МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Ну а вначале по традиции коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 150 птиц погибли у озера в Баянаульском районе по неизвестным причинам. На место выехали ветеринары для обследования территории, а также взяли патологический материал для исследования в лаборатории. У специалистов пока несколько предположений о произошедшем. Дохлых птиц обнаружили на берегу озера Косшалкар неподалеку от села имени Жумата-Шанина. По информации ветеринаров, 150 трупов огарей тут же решено было уничтожить. Сожгли при этом не все, отобрали биоматериал для установления причин гибели и направили в Астану. Точный диагноз скажет экспертиза, результат экспертизы. В данный момент есть предположение у ветеринаров. Раньше данное озеро Косшалкар делился на пресную или непресную. На сегодняшний день они соединились. Может быть, интоксикация от непресной воды. А также в этом году очень хорошая влага по всей области, так скажем. И может быть, разные фитояды появятся и отравиться от этого тоже может быть. По словам ветеринаров, при клиническом осмотре подозрений на птичий гриб не установлено. Пока лишь оповестили жители ближайших сел, чтобы те не давали контактировать домашним птицам с дикими. Если же выявят инфекцию, то всех пернатых в радиусе 50 километров от озера Косшалкар будут прививать. Артем Кливан, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». Житель Алматы отсудил полтора миллиона тенге у кадетской школы в Павлодаре. По словам парня, иск подал из-за издевательств, с которыми столкнулся в стенах учебного заведения. Причем учителя внимания на дедовщину не обращали, говорит бывший курсант. От безысходности юноша решился на отчаянный шаг. Артем Кливан расскажет подробности. Будучи 16-летним, кадет в январе 2020 года пришел к этому мосту с одной мыслью – покончить жизнь самоубийством. По словам парня, он просто не хотел возвращаться в школу, в которой столкнулся с буллингом. Несмотря на тяжелые травмы, Павлодарец выжил. Но с мечтой о карьере военного, говорит, пришлось распрощаться. После падения с высоты полицейские открыли уголовное дело по факту доведения до самоубийства. А Бигжану Алимову предстояло длительное лечение. Не оправился от травм он и до сих пор. Это как раз таки период карантина. Как раз таки это было очень сложно. Даже на ту же реабилитацию попасть было очень сложно. Необходимо было сдать очень большой перечень анализов, ПЦР-тест. И при том, что передвижение в городе было запрещено. Сейчас Бигжан Алимов живет и учится в Алматы. Оставаться в Павлодаре после шумихи в СМИ и обсуждения его истории среди сверстников парень не смог. Между тем, спустя 4 года решился обратиться в сырском суд. Потребовал от кадетской школы и управления образования выплатить ему 18 миллионов тенге за пережитые страдания. Вкратце в школе была дедовщина. Отбирали деньги, избивали. Были моменты, когда забирали головные уборы и просили за это выкуп. Заставляли писать конспекты. Если откажешься, то держали трое и один избивал. В суде Бигжан Алимов указал, что о дедовщине педагоги знали. Но вместо помощи якобы советовали ему не жаловаться. Родителям тоже не смог рассказать о буллинге, а потому решил покончить с собой, спрыгнув с моста. Однако представители учебного заведения на слушние претензии в свой адрес отрицали. Указали, что ни к медикам, ни к психологу курсант не обращался. Кстати, расследование уголовного дела спустя 4 года полиция так и не завершила. Ранее уголовное дело было прекращено на основании статьи 35 части 1 пункта 2 Уголовного процента Космоса Республики Косан, то есть за отсутствием состава преступления. В последующем прокуратура города Павлодара постановление о прекращении было отменено и направлено на дополнительное расследование. На данный момент уголовное дело в суде забрали как раз таки для разбирательства по гражданскому иску бывшего кадета. В храме Фемиды, выслушав стороны, пришли к выводу, что вина школы все же доказана. В итоге исковые требования удовлетворили частично. Обязали выплатить бывшему воспитаннику полтора миллиона тенге морального вреда и еще 500 тысяч за представительские расходы. Вместе с тем суд вынес частное постановление, указав, что после попытки суицида в учебном заведении подошли к решению проблемы формально. То есть ученик получать знания продолжил дистанционно, а педагоги его даже не посещали дома. Со стороны управления образования также, кроме служебной проверки, никакой работы больше не проводилось. К слову, решение пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано. Артем Клеван, Герман Сосновцев, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». Разрыв печени случился у трехлетнего мальчика от удара о качеле в аксу. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона в инстаграм ирбис.тв. Все подробности, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. А я напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании «Ирбис», вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Инцидент произошел в начале июля на игровой площадке в аксу. По информации медиков, ребенок получил удар от качелей, но, учитывая отсутствие видимых повреждений, родители не стали сразу обращаться к медикам, передает «Ирбис.тв.кз». Ухудшение состояния сына заметили через неделю, мальчик стал плакать и жаловаться на воли, после чего все-таки обратились в больницу. Медики провели обследование и выявили большое количество крови в брюшной полости, ушибы внутренних органов и разрыв печени. Мальчику экстренно провели операцию, а после госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Дай бог тебе крепкого здоровья, малыш, родителям силы терпения. Бедный ребенок, как страшно! Скорейшего выздоровления, мальчишки! Как так случилось, что он один был на игровой площадке? Очень жаль малыша, здоровья ему. Жителя Павлодара привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены. Женщина обратилась в полицию. После стражи порядка подготовили материалы для обращения в суд, передает «Ирбис.тв.кз». Согласно приговору, мужчину признали виновным и назначили 40 часов общественных работ. Также его поставили на профучет в службу пробации. А обычно говорят, вторая половина. Вот и берегите друг друга. Не надо руки прикладывать друг на друга. Вы страдаете от сезонной аллергии? Спрашивают телекомпании «Ирбис» у своих подписчиков. И вот о чем пишут люди. Проблема-то действительно серьезная. Да, у нас, кажется, полгорода аллергиков стало. С каждым годом все больше людей заболевают сезонной аллергией. В этом году хуже некуда. Совсем плохо все. Отсекаешь, дышать нечем. И ничего не помогает. От слова «совсем». Неприговор. В Павлодаре поддерживают жизнь неизлечимых пациентов. По каким адресам завтра не будет света? График отключений в нашей коммунальной сводке. Творческий фестиваль. Талантливых партийцев определили в Аксу. Новости спорта и специальный информационный блог. Все это совсем скоро. Продолжим после короткой рекламы. Так что дождитесь. Город Павлодар. С 15 по 31 августа состоится распродажа пятигорских шуб. Норка, мутон, дубленки. Акция «Принесите старую шубу, получите скидку на новую». Предусмотрена рассрочка под 0%. Наш адрес. Площадь Победы 25. Бывший кинотеатр «Аврора». Время работы с 10 часов утра до 7 часов вечера. Уважаемые пассажиры, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые авиабилеты на Авиасейлский Зет. Авиасейлский Зет. Поиск дешевых авиабилетов. Поздно пить боржоми, когда почки отказали, шутят в народе. Однако, благодаря ОСМС, хроническая недостаточность последней степени – не приговор. В Павлодаре поддерживают жизнь неизлечимых пациентов. Как это делают, увидела моя коллега. С виду обычный дневной стационар, но для этих пациентов он жизненно необходим. У всех один диагноз – хроническая почечная недостаточность пятой стадии. Это значит, почки практически не работают. Спасает гемодиализ. Процедура длится 4 часа. Делать ее нужно через день, не переставая. Идет подключение пациента и через фильтр, диализную воду, идет выкачивание шлаков, выкачивание жидкости. Все, что употребляет человек, все из него выводится. Человек не может писать, если по-простому объяснить. И вот все, что он выпивает, это все в нем остается. Мы это все дело забираем. Зашлакованность организма проявляется слабостью, одышкой, высоким давлением, иногда рвотой, говорит Гульбарам Мукожанова. Болеет она с 2013 года, на диализе 7 лет. Благодаря заместительной почечной терапии продолжает жить и работать. После очистки крови медсестра спешит в кардиоцентр к своим пациентам. Это механическая чистка идет, вторгается организм, поэтому человек хочет кушать. Чтобы восстановить вот эти силы и все остальное, нам нас кормят. Нас кормят, мы кушаем горячее еда. Специально все стула вживаются в вену. И это колоть у моих товарищей в руку, а у меня сосуды очень хрупкие, мне катетер. Поэтому это лучше, чем умирать, жить, продлевать жизнь. Гемодиализ не только улучшает самочувствие людей с хронической почечной недостаточностью, но и продлевает им жизнь на 20 и более лет. В Павлодаре процедуру оказывают несколько клиник. Бесплатно. За счет фонда ОСМС. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Время экономических новостей. Ведущая рубрики сегодня Александра Петрова. Саш, приветствую тебя. Давай поговорим о деньгах. Вот видел недавно пятитысячную новую, красивая купюра. А что о других денежных знаках? Известно что-нибудь? Привет, Владимир. В конце июня Нацбанк также выпустил и десятитысячные банкноты в новом дизайне «Сакский стиль». Но в массовые обращения они поступят только в сентябре. Здравствуйте. Как отличить настоящие купюры от поддельных, рассказали на официальном сайте Нацбанка. Назову самые основные признаки. Во-первых, на банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем с золотистой металлической краски. На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением. Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении укла наклона проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов – синего и фиолетового. Подлинную купюру также отличает цветопеременное окно в проходящем свете. В окне – силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий. Еще один защитный элемент – локальный водный знак в виде изображения номинала. И теперь к другим новостям. Лето в Павлодаре будет незабываемым, ведь в наш город едет Кок Студия Роуд Шоу. 17 августа в 7 вечера на центральной набережной вас ждет концерт, организованный Кока-Кола. Любимые артисты, крутые активности и освежающая Кока-Кола. Не пропустите Кок Студия Роуд Шоу и сделайте ваше лето незабываемым. Более подробная информация ждет вас на официальном инстаграм-аккаунте «Кока-Кола Казахстан». Модно и со вкусом обставить дом всегда помогут в Меге. Мягкая и корпусная мебель от европейских производителей создаст уют и расставит яркие акценты в интерьере. А чтобы сберечь семейный бюджет, воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой 0024. Она действует до 1 сентября. Торговый дом Мега находится по адресу Естая 77 в торговом доме «Практик» на Цокольном этаже. Телефоны для справок 20 40 30 и 8 776 033 4001. Ищите школьную форму, в которой ребенку будет удобно? Выбор очевиден. Глазман. Только качественные материалы, стильные и актуальные фасоны. Можно приобрести комплектом, а можно по отдельности каждое изделие. Консультанты помогут подобрать костюм, учитывая размер вашего ребенка. Приходите по адресу Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити, центр, второй этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Style by Glassman. Погрузитесь в сладкое наслаждение с отделом «Мед Алтая», который находится в торговом доме «Квазар» по улице Естая 81 в овощном ряду. Полезное может быть вкусным, как и цены. Стоимость одного килограмма от 1900 тенге. А при покупке четырех и более килограммов гречишного или разнотравья действует суперцена – 1750 тенге за кило. Не упустите шанс попробовать этот дар природы выгодно. И помните, каждая ложка меда – шаг к здоровью. И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 479 тенге 70 тен, евро 526 тенге, рубль 5 тенге 40 тен. И у меня на сегодня все. Владимир. Благодарю, продолжаем выпуск. Состояние тротуара на Ломово-Варушино оставляет желать лучшего, жалуются местные жители. На видео, которое прислали в редакцию новостей, трава выше человеческого роста и разрушенный асфальт. Ходить там невозможно, говорят люди. Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, давайте смотреть мобильное приложение. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод «Эми». Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Вот, посмотрите, какая дорожка. Тут невозможно пройти ни на велосипеде, ни пешком. Все заросло. Мало того, что заросло, еще нет асфальта. Примите меры, пожалуйста. Ломово-Варушино. От Варушино сюда в сторону кадетского корпуса. Павлодарский пляж за старым мостом, берег Ртыша. Посмотрите, какой свинарник люди после себя оставляют. И так каждый год. Футбольное поле, находящееся между проспект Назарбаева, 9 и 11 домом. Нам в том году установили. Вот смотрите, что получается материал. Это 100% он не соответствовал для футбольных полей. Потому что ограждение, видите, что с ним? Это буквально за сезон все так сломалось. Поэтому вот приехали, сделали кусками. Смотрите, это что такое? Это что за работа вообще такая? Поставили два пролета и все. Остальное вот так оставили. Вот получается, нам нужно вот такое заграждение по всему полю. Как положено. Вот приехали на кладбище к своему родному человеку. Вот такая вот куча мусора. Лежит прямо на могилках. Никто не убирает, никто ничего не реагирует. Прямо вот рядышком с нами. Суворовское кладбище. Можно как-то вот это вот все почистить в конце концов и убрать? Все уже гниет здесь. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод «Эми». Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Завод «Эми» – единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки «Эльбрус». Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия – до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы «Эльбрус» реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод «Эми». Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 0403 или на сайте pzmi.kz. В двух районах Павлодара жители останутся без света в пятницу, причем в одном из них на весь день. Причины и точные адреса назовем в нашей коммунальной сводке. 16 августа без электричества останутся жители домов в квадрате улиц Чокина, Павлова, Ломова, Катаева, а также несколько многоэтажек Поломова и Катаева. Ремонт оборудования там запланирован с 9 утра до 5 часов вечера. Кроме того, в пятницу отключат свет также с 9 утра в квадрате улиц Геринга, Омская, Нурмагомбетова, Дюсенбаева, на Гурьевской с 1 по 24 дом и на Дюсенбаева с такими же номерами. При этом на втором Павлодаре работу будут вести до часу дня. 16 августа с 9 утра воды не будет в трех домах по улице Катаева. Причина – замена задвижки и устранение течи. В компании «Монополиста» отметили восстановить подачу намерены к 19.00. Самых талантливых партийцев определили в конкурсе «Амманат Жолдоздаре». Он проходит уже второй год подряд. Это масштабный творческий фестиваль, который включает в себя три номинации. Какие именно? Расскажет Азамат Айтхалин. Конкурс прошел в таких номинациях, как вокал, хореография, инструментальное искусство. В них участвуют все 19 первичных партийных организаций «Амманат» города Аксу. Таких крупных предприятий, как АЗФ, ЕЭК и из сельских округов. В этом году мы расширили границу участников конкурса, внеся изменения в положение конкурса. В конкурсе могут принять участие лица от 15 и старше лет. То есть это дает возможность для участия семейным ансамблям. Такие мероприятия, организованные нашими территориальными филиалами партии, сегодня приобретают свою актуальность. Они сплачивают наших всех членов партии и дают такое разнообразие, чтобы мы не только на официальных мероприятиях встречались, но и, соответственно, на таких праздничных мероприятиях могли встретиться. Для большей части участников конкурса творчество – хобби. Основная работа далека от искусства. Тем не менее, многие успешно это совмещают. Сегодня я привела сюда коллектив энергетиков, творческих, талантливых, которые хорошо работают, которые хорошо поют, танцуют и играют на народных инструментах. Ну, конечно, как ИСИ, мы надеемся на победу. Я сам вокалист, уже давно занимаюсь вокалом. Песня называется «Астана» Кайрат Уртас. Готовился несколько недель. Надеюсь, что смогу, что выдержу и одержу победу. По итогам конкурса гран-при получил образцовый ансамбль танца «Айгюлек». В номинации «Вокал» первое место занял дуэт с «Хырнай». В хореографии – коллектив кавказских песен и танцев. А в инструментальном искусстве не было равных группе «Дарын». Всем победителям и призерам вручили ценные подарки. Азамат Айтхалин, Станислав Кекин, телекомпания «Ербис». В Астане продолжается чемпионат страны по велотреку. И, кстати, в активе наших юниоров еще плюс две медали. Мой коллега, ведущий спортивных новостей, Артем Буланов, как всегда, знает все подробности. Ему слово. Приветствую. Именно так. В групповой гонке по очкам и спринте Дарья Медведева и Анастасия Наливайко выиграли серебро. Молодцы. Еще больше новостей спорта через мгновение. Даже не вздумайте переключать. Мама едет. Не волнуйся, дорогая. Давай закажем пироги в пироговой лавке. Музыка. 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 Ммм, какой вкусный пирог! Телен молодец! Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. В Семее на стадионе «Спартак» прошел необычный матч. Встречались золотые составы легендарных клубов «Елемай» и «Иртыш». Игроки уже давно распрощались с профессиональной карьерой. Однако своей игрой вызвали у болельщиков только яркие эмоции и даже восторг. Звезды «Ртыша» разных лет и составов. События для нынешнего футбола неординарно увидеть. Гуру игры номер один посчастливилось болельщикам из семьи и фанатам Павлодарского клуба, приехавшим на легендарный матч. Садов, Ишутин, Спарышев, Гумара, Фельченко, Заречный, Чернышов, Искулов, Кучерявых, Просиков, Тлешев, Антонов, Абдуалиев, Мусатаев, Дралов и Илощук. Они вписали свое имя в историю пятикратных чемпионов, а во главе команды успешный наставник Владимир Линчевский. Во-первых, сразу прилив сил, эмоций, вспоминания того, что было раньше. Ощущения великолепные, просто праздник какой-то. Такие встречи необходимы, я считаю, потому что это идет и популяция футбола, и для молодежи, и в конце концов развитие футбола. Пусть посмотрят, как ветераны играют, молодежь. Не менее именитый состав представил соперник. Против Павлодарцев играли Карповича, Убакиров, Масудов, Климов. Они уверенно начали матч до перерыва 2-0 в их пользу, а после за дело взялись легенды Иртыша. Заречный забил первый гол. 2-1 на поле обоюдоострая борьба, красивый футбол и воля к победе каждой команды. За Иртыш еще забили Василий Просиков и Марат Рыскулов. Карпович вывел Елемай вперед секунды до финального свистка, но Мурат Лешев свой шанс не упустил. Один из лучших бомбардиров с присущим ему азартом сравнял цифры. Мы от главного тренера получили чуть-чуть голос, как в Советском Союзе от главных тренеров. Это нас, как сказать, внутри переосмыслить. Ну и подсобрались на второй тайм и вышли, достойно сыграли, забили 4 гола, красивых. Боевая ничья, восторг болельщиков и, конечно же, творцов этой великолепной игры, памятные фото, автографы и пожелания сделать традицией матчи легендарных футболистов. Эстафетную палочку у легендарных команд подхватили дублеры Елема и Новый Иртыш, футболистам которого предстоит продолжить миссию пентакомпионов. Напомню, в семей повладарцы отправились за реваншем после крупного домашнего поражения. Дома проиграли 1-3. Гол престижа забил опытный Руслан Есимов. А сразу же после матча в Иртыше сменился тренер. В гостях начали едва ли не по схожему сценарию. Пропустили первые минуты, довольно быстро восстановили равенство. Миромбек Еренгаипов сравнял счет на 26-й минуте. Следующее взятие ворот болельщики Иртыша увидели только после перерыва. Но зато голы получились на загляденье. С небольшим интервалом сначала Павел Баркунов, а затем Александр Бовкун заставили голкипера Елемая вынимать мяч из сетки. Хозяева все же нашли в себе силы и сократили отрыв 2-3. Жесткая борьба на поле переросла в мелкие стычки и нарушения. Для павлодарцев одно из них закончилось удалением. Артем Попов оставил команду в меньшинстве. Впрочем, атаковать гости не перестали. Руслан Есимов празднует очередной свой гол. А в дополнительное к матчу время в ворота Елемая влетел еще один гол, который резервисты забили сами себе. Реванш состоялся и с очень хорошим итогом 2-5 победы Иртыша. Желтый, красная карточка. Для болельщиков этот матч, я думаю, был очень интересен. И мы вперед вышли, камбэк сделали, и они начали догнали. И ребята вышли на замену и сделали результат. Ну, я думаю, хороший матч для болельщиков. А внутри мы будем разбираться, почему, как пропустили. Иртыш в турнирной таблице на второй строчке. Главный соперник павлодарцев, молодежь шахтера с минимальным перевесом, одолела дублеров Астаны. Хоккейный клуб «Ртыш» вышел из отпуска. На первой тренировке команды под руководством нового главного тренера побывала наша съемочная группа. Наставник Евгений Штайгер в эксклюзивном интервью рассказал о серьезных проблемах коллектива. Хоккейная команда тренируется на легкоатлетическом стадионе. Уже глядя на это, можно понять, сезон у некогда трехкратных чемпионов страны будет очень непростым. Новый, но хорошо знакомый болельщикам наставник Евгений Штайгер известен умением работать в проблемные периоды коллектива. Я всегда рад в Павлодар приезжать, мне этот город почти как родной уже, я здесь и поиграл, и как тренер поработал. И сейчас опять же наша новая страница тренерского и будем с Павлодаром пытаться максимум выжить. Состав Уртыша один из самых молодых и амбициозных в лиге. Вот только показать свои навыки на льду парни пока не могут. В главном льдовом дворце, как всегда, проблемы с морозильным оборудованием. А на новой раскаточной арене клубу не позволяют провести необходимый перед кубком объем работы. Пару звеньев уже как-то можно слепить, но вот еще два звена, ну сейчас будем набирать, потому что у нас ни игр нету, и со льдом у нас много, как бы льда у нас нету. Что проблемы, что здесь, что на малой арене, у меня, можно сказать, ну нету ресурсов, чтобы посмотреть игроков во всем, когда они форму наберут. Ну и у нас три льда в неделю, это маловато будет для предсезонки, ну что есть. До старта Кубка Казахстана остается ровно неделя. Жалко, этот турнир пройдет не по баскетболу или футболу, где повладарцы, учитывая их летнюю подготовку на стадионе, могли бы дойти до золотых медалей. А о новичках и ушедших игроках подробнее мы поговорим в одном из ближайших выпусков. В Астане стартовал Кубок Президента Казахстана по хоккею национальной сборной страны под руководством экс-тренера Иртыша. Олега Балякина встречалась с крепким клубом из лиги КХЛ Тольяттинской «Ладой». Сборная Казахстана по хоккею, в составе которой играют и воспитанники повладарской школы, в матч-открытие встретила ожесточенное сопротивление гостей из Тольятти. Забросив три шайбы, в первом периоде хоккеисты «Лады» и далее только наращивали преимущество. Гол престижа на счету лидера хозяев Романа Старченко, но итог нерадостный для экс-тренера Иртыша Олега Балякина – 1-7 в пользу соперника. А вот столичный Борис напротив одолел в первой встрече Кубка Президента Амур из Хабаровска 2-1. Главным героем поединка стал суперталант Дамир Жафяров. Вот что он сказал в раздевалке после этого успеха. Мужики, правда, первая игра, такой был сумбур, но все, я считаю, ну не только я считаю, сыграли классно, без мандража, хоть и проигрывали 1-0 всю игру. Чуть вначале Йохану дали поработать немного, но зато он разогретый был, вот, и в концовочке додавили. Давайте, молодцы. Таким образом, лидерство после первого тура Кубка Президента Казахстана захватил Борис и Клуб «Лада». Сборная Казахстана пока на третьей позиции. Лучших дзюдоистов страны среди юниоров определяли в поселке Бенаул. Там завершился масштабный республиканский чемпионат. В соревнованиях приняли участие команды со всей Павлодарской области, а также Кустаная, Семей, Астаны и Новосибирского региона. Всего более 200 борцов показали свои навыки на татами. Среди чемпионов специалисты особенно отмечают успеха дилета Шукер-Али и Габидена Кинжибека. Тем временем в Павлодаре назвали самые спортивные команды и самых сильных сотрудников среди трудовых коллективов дочерних организаций национальной компании «Казмунайгаз». В нашем городе завершился финальный этап спорта Киады. В этом году масштабные соревнования были приурочены к 125-летию казахстанской нефти и 125-летию Каны Шасатпаева, основоположника нефтегазовой отрасли Казахстана. География и размах корпоративных соревнований впечатляют. Чемпионов спорта Киады «Казмунайгаз» назвали в 11 видах спорта. Хозяева грандиозного мероприятия команда ПНХЗ добилась высоких результатов. Бронза у Виталия Гайдоенко и мастеров Аркан-Тарту Ольга Деревягина, Наталья Берсенева и мужская сборная по волейболу серебряные призеры. Обладатели золотых медалей Владислав Бодылевский и Айнаш Тазбулатова. В восторге от того, сколько и каким образом развивается здесь спорт, сколько спортивных площадок, очень высокая организация и среди коллективов. Слышу, вижу, что все в восторге. Сейчас уже у нас начинаются полупрофессиональные спортсмены все, потому что каждым годом у нас растет уровень. «Казмунайгаз» сам по себе, наше руководство к спорту очень много внимания уделяет. В Павлодаре установлено рекордное число участников. В «Спартакеаде Казмунайгаз» выступили более 600 сотрудников из 27 организаций группы национальной компании. Такие мероприятия благотворно сказываются на работе большого коллектива, способствуют сплочению и укреплению корпоративного духа. Руководство активно продвигает здоровый образ жизни. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. Сейчас специальный информационный блок. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. Новости спорта позади, но мы прощаемся. В автобусный парк города Аксу требуется Механик со стажем, водители с опытом работы категория D, контролеры, кондукторы, автослесарь. По всем вопросам обращаться по номеру 8-775-69-68-666. Адрес город Аксу, улица Жильтоксан, 5Б, автобусный парк. В ТОО города Аксу требуется водители на автокран 25 тонн, водители на автотралы, бригады каменщиков разнорабочие. По всем вопросам обращаться по телефону 8-747-677-76-96. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Новостей на сегодня больше нет. В студии для вас работали ведущие Артем Буланов. И Владимир Чубенко. Смотрите лучшее читайте первыми. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова